Как продавать на Амазон? Пошагово для новичков в 2024 году, ребят. Прямо сейчас в этом видео покажу, расскажу, как регистрировать аккаунт на Амазон, как искать прибыльные товары, как их анализировать, какие критерии мы используем, как отправлять потом на Амазон, как, в общем, строить этот бизнес. Пошагово, ребят, для вас прямо сейчас. Меня зовут Андрей Крейсберг, ребят. У нас будет сегодня пример на Амазон Англии, если что. То же самое Амазон Америка, Амазон Англии. Без разницы, все работает везде одинаково. Поэтому присоедините ремни, ребят, будет интересно. Я продаю на Амазон и на eBay с 2013 года, уже порядком 10 лет, 11 лет почти уже, да? Вот, обучаю людей торговле на Амазон, как зарабатывать, помогаю становиться успешными, занимаюсь обучением. Так же, если вам интересно обучение Amazon Mastery, либо Майнтенсив, напоминаю программу «Школа Амазон», если она сейчас запускается, все ссылочки внизу в описании, посмотрите, ребят. И всегда можете ко мне обратиться за помощью. Также, ребят, перед тем, как мы начнем это видео, комментируйте слово «гайд» прямо сейчас и сходите получить мой пошаговый гайд о заработке на Амазон. Дополнительный приватный гайд о старте на Амазон, соответственно. Что мы делаем, ребят, первым делом? Как вообще начинать бизнес Амазон? Как это работает? Для начала, ребят, мы создадим с вами селлер аккаунт на Амазон, да? Опять же, занимает это порядком 20 минут вашего времени, плюс-минус, на Англии, либо на Америке. Система одна и та же, без разницы, да? Что нам для этого, собственно, нужно? Нам нужна ваша имя-фамилия. Вам нужно зайти на этот сайт selldovamazon.com, либо selldovamazon.com. После этого вам нужно ввести своими фамилиями, кликнуть sign up, да? Адрес ваш, который можете подтвердить любой выпиской, там, банковским стейтментом, выписки из банка, газом, светом, там, платежку любую за электричество. То есть физический адрес, где вы живете, да, если вы регистрируете как индивидуальное лицо. Плюс ваш паспорт нужен, чтобы просто, как, ну, идентификацию пройти. И, в принципе, все. Ну, банк-аккаунт, куда вы будете получать выплаты с Amazon и карточка debit credit card, которую вы добавите на файл на Amazon, чтобы они у вас снимали деньги за подписку Professional, условно, да? Но, опять же, это единственное, что вам нужно будет платить, это 40 долларов в месяц, за то, чтобы продавать на Amazon как профессиональный сайт. На месте бесплатная подписка индивидуал, если хотите, можете по ней тоже начинать. Но я ее, в принципе, не советую. Лучше покупать сразу Professional Plan. 40 баксов в месяц, ребята, единственная инвестиция в ваш бизнес. И все. И у вас будет максимально готовый аккаунт для продажи на Amazon, для получения продаж, для продвижения и для всего остального. Что мы делаем дальше? Вы зарегистрировали аккаунт. 20 минут вашего времени. Прошло. Все. Прошли видеоверификацию, у вас аккаунт готов. Что потом? Что потом? Потом мы будем с вами, ребят, говорить про поиск прибыльных товаров, да? Для того, чтобы продавать на Amazon. Это можно сделать, используя разные магазины. Разные онлайн-магазины, допустим, с Mephistories, это как пример. Заходим в раздел Toys, заходим в раздел, допустим, там можно Clearance. Я вот Clearance смотреть не хочу, видео, это как вот как раз сейлы, когда проходят какие-то скидки, там и так далее, да? Чтобы вы понимали, в двух словах вот как работает концепция. Создается сейлер аккаунт на Amazon, потом вы начинаете искать прибыльный товар, который можно купить дешевле и продать дороже на площадке Amazon на крупнейшем маркетплейсе мира, да? И вот там нужно просто купить товар где-нибудь там у онлайн-ритейлера, да? Либо у оптовика. Ну, про ОКУ мы сейчас говорить не будем, мы говорим сейчас суббой про онлайн-репетраж, бизнес, который можно начать с минимальных инвестиций. Кликаем на, допустим, Wooden Toys, деревянные игрушки, потом здесь спускаемся вниз, смотрим там под категории разные, да? То есть у нас есть, можно по возрасту шопиться от 0 до 18 месяцев, от 3 до 5 лет. От 6 до 8 лет можно делать градацию, опять же, тут все зависит уже от ваших преференций, как вы хотите, да? Смотрите, главное правило Amazon FBA, мы не отправляем ничего тяжелого, мы не отправляем ничего объемного, мы не отправляем ничего такого, что съесть storage fee и съесть отправку на Amazon. То есть мы берем, покупаем товар довольно-таки там до 5 килограмм за единицу, что в принципе, в основном все ваши товары будут 200-300 грамм, 400 грамм, ну, до полкилограмма, да? Ну, до 5 килограмм можно покупать товары, но опять же, отправка будет просто стоить немножко дороже. Там условно вы 20-30 центов или пенсов тратите на отправку одной единицы 200 грамм. Там товар, который будет весить там 2-3 килограмма, он будет тратить уже там 2 фунта за отправку, это будет бить по вашей маржинальности, бить по вашей прибыльности, да? Что мы делаем дальше? Спускаемся вниз и ищем любой там один из товаров. Там most popular, but it's the most popular, самые популярные игрушки, деревянные игрушки, окей. Нажимаем, допустим, вот этот пианино. Нажимаем, допустим, немножко ползунок в правую закинем. Такие всякие squirrel play set есть. Ну, вот этот snakes and ladders, змейки популярные, да? Что у нас здесь еще есть? У нас есть crayon table chest set, без картинки почему-то. Squirrel play number, давайте вот этот откроем, давайте еще один товар откроем. Давайте вот этот кофемейкерс от нибудь, вот этот play wooden ice cream trolley, первый самый розовый, да? Что мы сейчас делаем? Потом берем заголовок товара, пианино за 29.99. Два способа, чтобы найти его на Amazon. Первое, кликаем search Google, заголовок, смотрим в гугле, и ищем ссылку на Amazon UK, потому что мы сейчас делаем пример на Amazon Англии, да? И что, ребят, я обучаю, я предоставляю обучение по Amazon Америки и по Amazon Англии. То же самое там продаю и знаю, как работать эти площадки, да? Слева здесь у нас получаются товары, которые, соответственно, ну, ссылки на товары, которые мы можем просматривать у разных поставщиков. Я не могу найти сразу английский Amazon UK, ничего страшного, потому что не всегда через Google работает, особенно если довольно-таки такое вот, ну, обобщенный такой заголовок, то есть он довольно-таки не, там никого бренда нету, название и так далее. То есть, возможно, это слишком дженерик слова. Поэтому заходим прямо в Amazon.cold.uk, и ищем данный товар через Amazon поисковик, да? Находим такое же пианино, по такой же картинке. 29.99, смотрите, подходит. Нет, 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 правая. О, такая же фотография, можно еще вниз посмотреть, пролистать, посмотреть, что у нас происходит. Опять же, нету. Наверху, смотрите, в правом верхнем углу пиано, wooden piano. Кликаем на него, я вижу, что он продается за 50 фунтов. Мы покупаем его за 30. Окей, классно. Потенциально что-то есть. 195 рейтингов на Amazon. Смотрите, сколько звезд. 4.7 из 5. Рейтинг хороший, да? Но это не самый главный рейтинг, на который мы должны обращать внимание, ребят. Поэтому подождите немножко, да? Так, здесь у нас получается, смотрите, я сейчас проверю, сколько он продается. See all buying options. Кликайте сюда, потому что нету buy box. Buy box это такая кнопка, наверняка, если покупали на Amazon, ребят, если вы покупали на Amazon, дайте мне фидбэк немножко в комментариях. Покупали? Покупаете ли вы на Amazon? Напишите, да, покупаю на Amazon, либо нет, не покупаю на Amazon. Просто интересно, потому что знали вы такую статистику, интересный факт, что 50% американцев в США, а в США популяция, ну, популяция, population, население США примерно 360 миллионов, половину из них имеет prime подписку. Prime подписку на Amazon, то есть половину из них постоянные покупатели на Amazon. 180 миллионов человек, чтобы вы понимали, да? В Англии может быть плюс-минус такая же статистика, 70 миллионов жителей острова Соединенного Королевства будет, скорее всего, там 35 миллионов с prime подпиской, ну, там плюс-минус. Еще, наверное, процентов 25-30 покупают на Amazon без подписки Prime. Вот, смотрите, кликаем «Seal Buying Options». Еще раз говорю, здесь был бы там «Buy Box», где мы кликаем «Add to Card», «Add to Basket». Сейчас приведу пример, сейчас откроем вам дома товар, покажу, чтобы вы понимаете, какая разница. Да, вот здесь, видите, «Add to Basket», да, 50 фунтов товар. «Add to Basket» его нужно добавить в «Basket», но мы его добавлять, ну, я просто, например, показываю, что такое «Buy Box». У этого «Buy Box» отсутствует по той или иной причине. Есть к этому объяснение, сейчас про это говорить не будем. Кликаем «Seal Buying Options», смотрим, сколько товар продается. 50 фунтов продается данный товар сейчас на Amazon. Окей, отлично. Идем обратно, смотрим на наш инструмент. Это расширение называется «Seller Amp». Это такое расширение, которое показывает нам прибыльность, там все статистику и так далее. Вот здесь у нас получается «Sale Price» 50 фунтов, цена закупки товара у нас получается 30 фунтов, 5,48 чистой прибыли получается после всех фи, после всех комиссий Amazon. Amazon берет фи за продажу на платформе, Amazon берет фи за то, чтобы отправить товар вашему клиенту после того, как вы продали. Получается 5,48 прибыли, 5 продаж в месяц всего лишь. На самом деле товар довольно-таки мертвый, я это вижу по графику кипа. Если кто-то смотрит это видео и знает, как он может работать, вы знаете, что такое кипа и так далее, сейчас мы продаваться не будем, но я вижу, что этот товар мертвый, он в принципе нехороший, мы его продавать в принципе не будем, но я вам показываю просто на первом товаре, что мы нашли с вами потенциальный прибыльный товар. Да, может быть, вы одну-две единицы в месяц можете продать и заработать 5,48 чистой прибыли после всех комиссий и так далее. Опять же, по такому же принципу, ребят, давайте немножко замедлимся, вот, по такому же принципу, берем заголовок вот этого товара за 9 фунтов, переходим на Amazon, кликаем тут. Давайте пианино, давайте с вами пианино оставим, оставим его, выделим, потом на него посмотрим. Еще вам прибыльный товар покажу, ребят, если не найду ничего. Получается у нас здесь Snakes and Liders, 9 фунтов, ищем его, точно такая же картинка, плюс-минус за 18-19, хотим, чтобы он продался на Amazon. Я такой картинки именно не вижу. Если вы видите, ребят, поправьте меня, может быть так мысленно сейчас, тыкните, Андрей, вот она, вот она, вот она, не нашел, не трачу на это время. Дальше, берем заголовок данного товара, Squirrel Play Number 102 Piece Set, то есть мы смотрим на ключевики, на ключевики, сразу прорабатываем в голове, что мы сейчас ищем, 102, 102 Squirrel Play Wooden Set, окей, 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 16.99, 102 Piece Squirrel Set, 16.99, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, не находим, не находим, не находим, не находим, не находим, такого у нас нету. Окей, тоже какой-то Squirrel Play Ice Cream Trolley, окей, какой-то белый, какие-то белый часы, непонятно, я даже не знаю, что это такое. Хотя, столько товаров уже продал на Amazon, писал, ну вот у нас, кстати, какой-то есть Super Toy, но это не то. Это же не то, ребят, это же не то, но похоже, блин, похоже, 29.99, похоже, ребят, сколько он здесь стоит, 25, ну здесь не интересно, здесь прибыль просто не будет, да. В общем, концепцию поняли, ребята, мы ищем прибыльные товары. Дальше, что мы делаем после этого? Сейчас покажу быстренько прибыльный товар, сейчас себя обратно, наверное, перемещу, смотрите, я покажу прибыльный товар, вот в такого поставщика, который называется Face, Face the Future, такой вот clean для лица, то есть clean для лица, там для protection, для защиты, я так понимаю, SPF, SPF, 30 фунтов штука за 36.79, где прибыль, Андрей, как это может быть такое? На самом деле, покупаемый за 24, да, почему за 24, потому что на сайте у нас есть magic, магический код, видите, check out, кликаем наверху, в правильном углу, сейчас вам покажу, есть там дисконт код на сайте, если он меня даст перейти, почему-то сайт очень плохо, очень плохо грузится, у него есть здесь специальный, есть специальный код на check out, можете не на слово, ребят, поверить, в общем, мы его покупаем за, условно, да, смотрите, перешел сюда, вот, и получается у нас 24 фунта данный сет, с кодом 20 off face, 20 off face, 24 фунта данный товар, можем там добавить штук, там 5-10, получается 24, потому что 25% скидка у нас получилась, здесь получается у нас 36,76 продажа, 4,37 чистой прибыли, 11% маржинализ, 18% рой на данном товаре, смотрим на рейтинг, рейтинг хороший, 2033 рейтинга и так далее, как же мы отбираем товар, то есть мы, я бы сказал пример из другой категории совсем, три основные критерии, на которые мы смотрим, первое, это рейтинг товара, чтобы звездочки были 4, там, 4 в целом из 5, 3.8, 4 в целом из 5, это значит, что качество товара более-менее хорошее, не будет возвратов данного товара от покупателей, нам дополнительные возвраты просто не нужны, это такой вот второассортный критерий, но мы на него обязательно смотрим, если на товар будет он 2 с половиной звезды, я такой товар продавать не буду, потому что качество-то будет довольно-таки плохое, и мне скорее всего будет много возвратов, клиентам будет что-то не нравится, листинг плохой, сам листинг, самая карточка, как хотите так и называть, он плохой, ребят, знаете, если вам нравится информация, если вы учemporистесь сейчас, как продавать на базу для новичков в 2024 году если вам доходит информация, дайте мне знать, залайкать это видео, напишите там «Да, информация крутая», не забывайте прокомментировать слово «гайд», а также проверить все мои ссылочки в описании в конце этого видео, все мои соцсети подписаться, в том числе и на Телеграм-канал. Там очень много полезной информации и о почве, и ежедневно. Так вот, получается на рейтинг первым делом смотрим, на второе мы смотрим на прибыльность, 24 фунта покупаем, 36,76 продаем, прибыльность есть, все окей. Третий параметр, который мы смотрим, можно посмотреть его и на нашем расширении «Seller Amp», ссылочка внизу в описании на этот инструмент. 14 дней бесплатного пользования этого инструмента, стоит на самом деле копейки, но он помогает вам считывать информацию. Вот, здесь получается BSR, видите, BSR это называется «Best Seller's Ranking», это рейтинг товара на Амазон, 22 тысячи 1%, что это обозначает? Смотрите, на Амазон есть категории, есть категории «игрушки», «бьюти», «хом китчен» и так далее, это категория «бьюти», в левом верхнем углу, видите, где моя мышка? Это называется, это «бьюти» категория товара в категории «бьюти», потому что это SPF крем. Спускаемся вниз, ищем информацию, получается, у нас здесь есть информация «Best Seller's Ranking» 22.316, «бьюти» – это рейтинг данного товара, 22 тысячи. Что это обозначает? На каждом, ну, опять же, в каждой категории есть свои цифры, есть свой рейтинг, да. У нас есть таблица такая, которая вам дам бесплатно, которая дает нам рейтинги всех, там, всем категории, всех товаров в каждой категории. То есть, американская таблица на американский Амазон, на канадский Амазон, на мексиканский Амазон, на английский Амазон. Ищем категорию «бьюти», вот она здесь. Естественно, показывает общее количество товаров в категории, 4 миллиона 454 тысячи. Есть потом градации в процентах, 25%, 10%, 5, 3, 1, 0.5. Мы отбираем товары, которые входят в топ-3% от категории. Это самые лучшие продавающиеся товары, соответственно. Переварить эту информацию. Вот. 3%. Лучше всего покупать в топ-1%. Это вообще самые быстрые товары, самые такие хорошие, самые топовые. Никаких проблем с ними в принципе не будут, не будут продаваться. Здесь в топ-3% 133 тысячи. Наш товар находится в рейтинге 22316, у него рейтинг 22, это его цифра. Получается, он входит в топ-05% почти, чуть выше. 0,5% это хорошо продаваемый товар. То есть рейтинги вам будут помогать считывать информацию, хорошие товары продаются, либо нет. Именно так это и работает. Что мы делаем после этого? Мы посмотрели, проверили товар, вы его нашли. Что мы делаем, как потом работаем. Потом берем, заходим на сайт, покупаем его и отправляем на склады преп-центра. Да, преп-центр это отдельные склады, помещение, это отдельный сервис, который будет упаковывать вам ваш продукт, товар, который потом идет, соответственно, на Амазон. И продается уже на Амазон непосредственно под готовыми товарами. Вы не будете никакого маркетинга делать, никакой рекламы вести не нужно будет. Ребята, вы просто продаете под товарами, которые уже в принципе продаются, используя Best Sales Ranking, Best Sales Rating, как я вам уже сказал. И преп-центр делает перепаковку товара, покупает, они получают товары с ритейл-магазинов, с поставщиков, с оптовиков, откуда вы хотите ходить покупать. Они перепаковывают товар, отправляют на ваш сейлер-аккаунт на Амазон, он падает, начинает ранжироваться в листинге, получать продажи, получать байбокс, вы получаете свою выплату, потом реинвестируете деньги, покупаете товар еще, 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 еще. И в принципе так и Амазон бизнес и работает. Преп-центр он для того, чтобы поставить полностью вам процесс именно репакинга товара на Автопилот. Потом Амазон, соответственно, вы делаете продажу, Амазон делает всю работу за нас, они берут за это фи, сейчас вам покажу у нас сейлер-ампи, допустим, спускаемся вниз, сейчас покажу, как это выглядит. Здесь получается профит наш, ROI, максимальный кост, сколько нам рекомендуют его покупать, максимум, чтобы быть в прибыли. И наш Total Fees, это фи, который берет Амазон за продажу на платформе. Referral Fee 5.62, за то, что просто мы продаем на Амазон, они берут 15%, что ничего на самом деле. Мы используем гигантский трафик Амазона, номер один маркетплейс мира. Fulfillment Fee 2.73, 2.73, то, что Амазон берет крохи за то, чтобы взять ваш товар с их складов, упаковать его в Амазон упаковку, отправить вашему клиенту и потом выслушать, если вдруг он там позвонит, позвонит, боже мой, как я мог оговориться, позвонит, да, когда спешу и не такое бывает. Клиент вам позвонит, не вам, а Амазону позвонит и скажет какие-то там недовольства, что-то еще там, или возврат хочет оформить, ну в каком-то маленьком процентном случае. И Амазон со всем этим разберется, все завернет и так далее, все вот за какие-то копейки и принес товар обратно в наш инвентарь и начнет продаваться уже другим клиентам. Вот и все. Вся концепция бизнеса, ребят, вам просто нужно взять, найти товар, зарегистрировать аккаунт, найти аккаунт, зарегистрировать аккаунт, найти товар. Может быть найти аккаунт тоже, ребят. Кстати, если что, мы помогаем с регистрацией аккаунтов под ключи, с компаниями и так далее, можете обращаться ко мне напрямую в Телеграм, в закрепе моего Телеграм-канала, прямо в Телеграм-канале, который вы найдете по ссылочкам ниже, есть мой прямой контакт Андрей Крейц. Можете написать, вам скину всю информацию про аккаунты под ключ, про компании, регистрируемые. Например, все сервисы, касающиеся Амазона и коммерции, все у меня есть, не только Амазон, в принципе. Вот, поэтому можете писать, обращаться, можем всем помочь. Вот, поэтому да, вы получаете огромный трафик, вы получаете возможность продавать и флипать товары, которые продаются уже на Амазон, и все. Вы используете площадку для того, чтобы расти. Как-то так, ребят. Надеюсь, вам это видео понравилось, надеюсь, этот гайд вам зашел. Если да, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал. И да, в принципе, все. Вся эта концепция, так это и работает. Комментируйте слово гайд, проверяйте все ссылочки в описании под этим видео. В соцсети подписывайтесь, ребят, обязательно заходите в наш телеграм-канал, это очень важно. Там вся важнейшая информация выходит от меня ежедневно, если вас интересует обучение. Обучение Амазон Мастери, либо моя интенсив-программа, именная программа Школа Амазон. Кстати, у меня сейчас на момент данного видео, на записывание данного видео, выходит новая школа 14 июня. Поэтому обязательно, ребят, не упустите возможность. Последняя школа у меня была около года назад. Школа Амазон, ссылочка внизу в описании, ребят. 14 июня, следующий запуск. Успейте с нами, к нам присоединиться. Будет просто разнос информации. Там обучаю всему подряд. Арбитражу, холлсейлу, как поставить бизнес-автопилот. Все, ребят, будет там до мельчайших подобностей, плюс моя личная поддержка. Всем еще раз спасибо, ребят, тогда. И уже до следующего видео на канале. Увидимся очень скоро. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова